Привет, друзья! Меня зовут Тимур, и вы смотрите канал Настолки Лайф. В этом месяце выходит несколько новых дополнений для игры Кленк, поэтому сегодня мы с вами рассмотрим, что же было в самом последнем дополнении. А во второй части видео вас ждет небольшой, но довольно интересный бонус. Погнали! Речь, конечно же, пойдет о фэнтезийной версии игры. На данный момент к базе вышло два коробочных дополнения. Это Затонувшие сокровища и Проклятие мумии, и одно дополнение в блистере под названием Шелк и Золото. Чем же последнее дополнение отличается от предыдущих двух? Оно не содержит игровых карт и дарит игрокам только лишь новое игровое поле, которое приносит разнообразие в геймплей игры, и, как мне кажется, справляется с этим на отлично. Поле подробнее разберем чуть позже. Давайте же посмотрим, что положили нам сам блистер. И первое, на что хочется обратить внимание, это новые четыре мипла для игроков. Классные кастомные миплы, олистворяющие рудокопов и исследователей пещер. Не забыли и про миплы для нового босса. На смену так полюбившемуся всем дракону пришла огромная паучиха. Также разработчики отсыпали нам горстку жетонов. Среди них монеты и жетоны, требуемые для новых игровых правил. Зачем-то положили еще один тайл рынка, а в качестве бонуса на литнике вы найдете вот такого вот милого котейку. Вернемся к разнообразию геймплея, который приготовил для нас две стороны игрового поля. Первый из них называется Гномия шахта. В начале партии на специальное место на карте выкладываются три призовых жетона рудокопа. И очевидно они достанутся тем игрокам, которые накопают как можно больше золота. А сделать это очень просто. Обратите внимание, на карте появились золотые жилы с цифрами. Любой игрок может раскопать такую жилу, если она ранее не была раскопана другим игроком. Для этого необходимо потратить две энергии, поставить кубик своего цвета на квадратик с цифрой и получить соответствующее количество монет из банка. Последнее новшество на карте это элеваторы. Потратил одну очко движения, потратил один золотой и прокатился вверх или вниз. Вторая сторона поля называется Логово Паучьей Королевы. И это говорит нам о том, что паутины будет очень много. И изновшись тут следующее. Некоторые из комнат с трофеями окутаны паутиной. Для того, чтобы собрать трофей в такой комнате, когда вы в нее входите, требуется потратить один меч. Если у вас нет меча, то, увы, собрать трофей вы не сможете. Путь паутины на этом не заканчивается. На некоторые переходы между комнатами требуется положить специальный жетон. Чтобы пройти по такому переходу, вам потребуется потратить либо дополнительное очко движения, либо меч. Если у вас нет ни того, ни другого, увы, пройти вы не можете. Но пройдя по такому переходу, вы заберете этот жетон себе, на обратной стороне которого вы найдете победные очки. Последнее, на что хочется обратить внимание, это правый верхний угол карты. Там находятся так называемые дары паутины. Раз за партию, любой игрок может потратить 8 энергий, для того, чтобы получить дар из списка, который ни один игрок еще не получал. Вот, в принципе, и все дополнение. Играется легко и весело. Не могу сказать, какая сторон понравилась больше, они очень разные. Но точно могу сказать, что это первые поля, которые принесли так много разнообразия в геймплей игры. Если вы любите эту серию игр и еще не обзавелись первой экспедиции, настоятельно рекомендую. Тем более, в ближайшее время нас ожидает выход второй экспедиции, храм предводителя Горилл. Я уже предзаказал свою копию, и мы обязательно посмотрим, что же там внутри. Теперь обещанный бонус. Недавно я получил вот такую коробку. Заказывал я ее на миниатюр-маркет, и стоила она мне около полутора тысяч рублей. Это менеджмент пак, предвестник легаси коробки. Это то, что должно отличать одного игрока от другого. И давайте посмотрим, что же я в ней нашел. Пластик. Ну куда же без него. Четыре миниатюрки довольно среднего качества. Подозреваю, что именно за них я и заплатил столько денег. Далее, четыре абсолютно ненужных картонных планшета персонажей. Возможно, когда выйдет легаси коробка, и станет понятно, для чего они нужны. Но уже несколько лет игроки спокойно обходятся без них, так что их полезность довольно спорная. И последнее. Жемчужина этой маленькой коробочки 40 новых стартовых карт. Теперь же игроки смогут взять на себя роль таких персонажей, как Рога, Маг, Паладин или Рейнджер. И скажу вам, играть новыми колодами стало куда интересней, несмотря на то, что индивидуальность каждого персонажа проявляется всего лишь в трех новых картах. Поиграв немного новыми колодами, совсем не хочется возвращаться к старой версии. Теперь же ждем легаси коробку. Ее уже можно предзаказать по неприличной цене. Что же такое нас там ждет? Увидим в следующем месяце. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, ролик вам понравился. Буду рад лайку и непременно играйте в разные игры.